друзья вчера ночью прибыли долгодие это родина моя где пред мои тяжели трудились завтра первая открывается сегодня ночью июня и уветренно одной рукой попытаюсь снять происходит на турпана турпан переводится как на якутском анды вот посадные уточки надо их кормить место охотимся по на 22 мая закончился сезон на уток мы добыли каждому охотнику по 10 штук перед тем как начать еще немножко показать чучела на турпанов хочу реально рекламировать своего друга романа бросова охота рыбалка канал его есть друг блогер приобрел я 100 штук обновлений скором времени в таком виде роман отправляет вот отсюда все зальцы будем немножко перекрасивать так далее вот уже несколько штук на воде так смотрится чуть больше обычного размером бы побольше еще посмотрим глаша и чебурова чеб3 а чебурашка 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 залучила готовый лекарь и ежка это собака молодая креца попала чебураска Голоша попрошу вас выходим дорогие твоя пермамайская порода Глаша нынче этим весной много самцов заманило. Друг друга видят, кормятся так, что без суеты. Великое знаменитое озеро Мологою, по-русски как Бологою написано на карте. Сейчас попытаюсь показать, какие манки, чучела я получил. Обязательно я выпускаю ножек. Это ошейник. Длина 7 сантиметров. Попытаюсь показать, достаточно ли длиной. Такая вещь. Всегда в сухости, не всегда в доступном месте. Припрятал от дождя. Когда руки заняты, не надо кувыряться, где-то искать. Взял вот так и воспользовался им. Все-таки одной рукой не очень хорошо. Распакуем. Распакуем. Вот. Не видно. Туда надо. Вот он. Словодно выходит. Вот. Между прочим, кроме XPN. Сейчас посмотрим, как им пользоваться. Распакуем. Эп. Вот. Обязательно с песней. Букончу острый. Ножек новенький. так распаковочка не мешает переработе почти если было бы длинная самое хорошее то что на лодке можно ничего лапанов не пожалели тоже голова упакована вот такой красивый турпан, горбонос и селень у нас дырочки есть пластмасс вот такого окраса кур, запчки 100 штук на воде уже 40-50 перестает мне сегодня все на воду пустить дальше покажу попытаюсь показать как соединить в одну линию моим землякам будет хороший переворачивается они при хорошем ветре переворачивается и обратно не встают как надо избавиться попытаюсь снимать мне больше таких, чем какую-нибудь берем саморезик где-то в этом районе и крутим берем второй саморез в некоторой груди достаточно вот два самореза будем одной верёвкой присоединять все сделать стайку и противовесы я дальше покажу вот вот мебель глубину с запасом сделаем вот и берем задней стороны задней стороны его не видно не видно как петляйца вот накрепил и ориентировочно в этом месте должен быть якорь труба 50 брошенная ржавая неприходной использованию все сюда так крутим вяжем где-то так должно быть чтобы она так была тут тоже вяжем вяжем второй где-то здесь расстояние таким образом ребята любой ветер любой ураган все равно он будет стоять на месте и переворачивать сейчас дальше покажу ну если мы начинаем сзади то имитируем прилет так что расстояние должно быть кто-то опоздал правильно и все врываются вперед самый последний должен немножко оставать от остальных стай вируем это берем веревочку один раз обматываем и на него самого крутим и все берем якорь и и и и и поленился посадил на веревочку несколько штук даже одну перевернется все равно и в течение сезона назад не встанет придется за ним поплыть быстро быстро делается но уже расстояние небольшое должно быть это уже второй вот тут у нас должны быть самки без самок жизнь непрекрасна так что я должен перекрасить тридцать процентов отста получается тридцатник тридцать штук самок все эти все было рассчитано размеры те же но такой же перекрасим сейчас пытаюсь показать как перекрасить поближе веревку показать как взматывается вот тут нужна третья рука не знаю похоже смотрится не смотрится не смотрится и вот так откуда нет нет ну да я и вот так тут не влезает оказывается шея у меня не такая длинная сейчас пойдем поищем чем красить поищем я по моему их здесь не привез надеюсь собаки гуляет так озеро километр 400 на 800 один из больших озер в своем районе в гуфе татинска рекорд на бригада на этом же месте 1987 добыли 87 панов за ночь рекорд в то время и ружья и патроны были советские не магнуму не полумагнуму сейчас все есть таких советских людей такими такой энергии такое желание нет нифига вот сейчас все гонятся за деньгами получится жопа показывает в общем не до охоты ей вот моя но мусинец это вот я и мой тесть 68 Не Ай, не лихуй Еееееееее Мы к раскололадым Клемли Плодность стоящего пора Закаленной И огнем Через медные трубы И водой Люди СССР Самые надежные Неприхотливые На них все стоит Вся наша держава И так далее Так что моим Зрителям Кто был В СССР Бухой Так Краски такие И было В нашем стиле Коричневые Блестящие Белые Черные Матовые Это очень важно Что матовые Они не должны Блестеть И коричневым Делаем И матовым Накроем Сейчас Печатки Одену Подужу Парочку Вот так Так Вот Так Ну попробуем Красить Коричневые перчатку надо надеть обязательно, а то если будешь краской не течет души нет неразрешимую проблему разрешает на пушке ножек это было не нравилось вот так и они Продолжение следует... 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 и на нем кусочек почвы и голова вместо крыльев таких светлых береста на гвозди кочки берешь кучку рубишь форму даешь дымление . рубишь сначала и поджигаешь чтоб все было черное потом форму набиваешь ножом и бересту головушку снизу дырочка делаешь ножом тоже и на ножку вся лишь вода уходит вот мальки уже представляется показывается вода опускается если берешь и обратно добиваешь и заново и так каждый день каждый вечер каждый день перед охоты так что вот она тупо на должно присутствовать все новые людей она в то время вручат такими благодаря моему другу такими чушелами правильно расставить на воде вот аккуратно если там где переборщил можно поправить например вот здесь пока еще она не засохла можно подтереть будем ждать пока не тухнет это последовая слияние не было но и трубы струсов нечто похоже и есть все тогда слайд и беленьким аккуратненько самое прекрасное то что процесс уход процесс обычно все занятые приходят когда все готово я как всегда как безработный ранее выкроем время ориентируюсь примерной датой сразу сюда все свои силы и внимание и человек отдыхает тут рубалка охота и единение с природой тишина не звучит реклама как говорится ребенок не плачет жена не ругает тут мужиками на этом сезоне с отцом и естествием проведем пару деньков вот когда школа закончат пацаны сегодня завтра поеду за ними приведу будем учить мурагу и для систем охоты на турпана они у меня 5 5 из 5 лет ходят пешком мы находимся около дай-ка посчитать не солгать ну около 50 километров от моего дома вот ну километров 20 сходили до этого ездили около тридцатник потом 20 когда им было пять лет таким образом приучиваю молодежь были они мужиками они как бы они типа и не красились и не рисовались были настоящими потомками нашего рода будем учить и молодых пацанов не прямяшки тоже потянута из города 1 паром уходят уже они тоже присоединятся русскоязычные русскоязычная молодежь приходит тут проводим недельку становится и путами будут владеть и родным языком городе они по-русски разговаривает а тут уже грехом пополам начинает на родном потом через недельку уже свободно говоря так что обязательно присутствовать каждое лето охота на турпана без пацанов нельзя приучиваю молодежь ну да дать бог время появится в руке обязательно за уши притащу потому все прелести сначала они испытывают дискомфорт туалета нету бусу на улице потом быстро привыкают находит свое место как говорится знает что делать доставляешь немножко кому пинка под зад кому под затыльник сразу становится линию просто языком говоришь давайте купите печку давайте приготовьте обед воды натаскайте дров накалите все делают отдыхают и спят и отдыхает никакого телефона никакого телефон отбираю вечером даю чтобы снимать чтобы круглозор свой расширить снимает на видео фотографируется только для этого и все фильмы там какие-нибудь закачивает приводят мультики смотрят один раз два раза заезд батарейки съедет не отключается сразу приходит миру согласен с природой потом полевой бук вырастет из такого размера идем пешком собираем лук походом сети едим прямо есть ареи каждый день каждый лет и каждый сезон это родители и только вера не учатся ему разуму тут матери нету нету крыши нету поддержки батя и много отцов и деду вот никто не ругает никто никого не гоняет просто делаем свою работу отдыхаем охоты того и вам советую друзья берите своих пацанов внуков привычивайте традиции охоты ибо так мы будем держать свою державу в россию на уровне таких молков есть одна один минут даже вернее два во первых цена и таки вкусает дать и во вторых размер размер маловато я неоднократно уже более трех лет пытаюсь начальство чтобы изменили в принципе они говорят сразу делайте но себе по моему или томске говорят сразу не будем в этом году точно не нужно менять размера но еще они поменяли прошлый раз когда приобретал они жду коробочку ходили 10 штук 12 сейчас уже 10 размер увеличил сейчас производитель будет смотрят насколько надо увеличивать данные чучела данные размер максимальный на ящик большие видите супер магнум магнум был вот такой вот такого размера приобрели приобрели гусья эти если бы сделал бы независимо от своей стоимости все равно покупали бы все но интеллекта не видим маленький а если размерчик большой вот такой видный мощный размер гуся который делается тоже там вот тогда бы бизнес у вас пошел бы вот это озере 34 краска то есть 4 бригад и все они будут приобретать по сто штук одно озеро прикиньте здесь в улице 1000 озерей население конечно маловато но сколько прибыли на гуся охотиться на гуся охотиться специально охотиться мало людей очень мало в основном на уток на турпана масло уходит население на охоту а вот на гуся кто как говорится финансово возможно там куда-то уходит на без ухода и так далее но население на гуся мало что охотиться в начале мая и возникает ответ нафиг нужен гусь ну ну чучело из гусей нафиг никто не будет брать сейчас 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 их не будет значит ну вот тупаны надо такого большого размера вот вообще обещаю еще раз производителям давайте еще большего размера размера большего добавьте 20 сантиметров вот 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 этот размер будет нормальный так они ночью издалека если их тут то же самое финансовое положение если посмотреть приобретешь не стол а всего лишь 20 их не видно придется варить старые методы и так далее канистрами делать и так далее хотя они далеко очень хорошо были причем бесплатно были бы такие магнумы размеры прикупил бы сразу сотню тоже без проблем это не хвастание это потребность охотник ну птица пролетит знаем посмотрим и так далее иногда они верхом улетают надо было как они улетают в зависимости от года прошлый год их улыни мало но подлёд был единичный но каждый день позапрошлый год их было много но буквально за одну две сутки пролет ушел в этом году как будет узнаем только будущих как говорится времени пока неизвестно охота на турпана будет будет продолжаться все равно это со всеми иной вид со всеми иной вид заход человек отдыхает человек работает общается планирует единение с природой своими близкими друзьями родными сыновьями племняшками племянниками это бесценно новый год другие планы кто-то куда-то уезжает улетает вот то же самое кто-то пришел а вот на охоту все уже здесь вот так выглядит объединили вода падает тамбурные 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 это не все только часть где-то штук 80 тишина и безнятежность солнышко до завтра все произойдет сегодня ночью под утро